Продолжение следует... Изначально, конечно, у всех моделей, как отмечается, есть масса минусов, и одна каратеноновая модель тоже является такой, можно сказать, классической, которую мы приняли как наиболее простой для образования и исследования именно процессов генерации активных форм кислорода, окислительного стресса, а также тестирование некоторых нейропротекторов новых, которые мы покажем, над которыми мы работаем. Учитывая тот факт, что болезнь Паркинсона считается, что она была диагностирована еще со времен Древнего Египта, есть данные, что у одного из фараонов вроде по описанию его поведения была болезнь Паркинсона, и, однако, надо признать, что именно в XX и XXI веке она становится все более и более действительно очень большой проблемой наряду с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. И можно сказать, что уже есть данные, что до 0,3% всей мировой популяции после 50 лет имеет патологию паркинсонизм, который, конечно, не всегда определяется именно как болезнь Паркинсона, а скорее как синдром, то есть как некоторые разные патологии. Масса данных научных говорит о том, что окислительный стресс играет довольно ключевую роль в развитии патологических симптомов и патологических процессов при болезни Паркинсона. Однако, говоря об активных формах кислорода, мы не должны забывать, что окислительный стресс вызывается как именно активными формами кислорода, но и также окислительными процессами, происходящими в мембранах и липидах, которыми наиболее насыщена мозговая ткань, где и происходят нейродегенеративные процессы. Для исследования окислительных процессов в организме изучение только влияния активных форм кислорода и также перекисного окисления липидов недостаточно, если не рассматривать параллельно также работу антиокислительной естественной системы защиты организма, которая включает как ферменты, так и неферментативные составляющие. Мы попытались, так как я представляю здесь биофизическую область методологических исследований, то наши исследования окислительного стресса мы восприняли методологией, которая не очень банальна для биохимических исследований. Это так называемый хемилюминесцентный анализ, который позволяет выявлять динамические изменения свободно-радикального фона различных структур мозга в режиме реального времени и практически без большого процессинга биохимического материала. То есть практически в данной серии экспериментов мы делали острый опыт, то есть одноразовая внутримозговая инъекция ротенона, после которой мы смотрели изменения, происходящие в разных структурах мозга и не только, но также в других периферических тканях, в динамике на пятый, десятый и пятнадцатый день развития ротеноновой патологии, ротеноновой модели. Но при этом можно говорить, что те изменения, которые происходят здесь с окислительным стрессом, они, наверное, укладываются в формат, именно если мы сможем это диагностировать, ранней диагностики, потому что даже при таком остром опыте ротеноновая модель, она все же образуется после 20 дня, после даже этой инъекции. Значит, мы делали одноразовую инъекцию в правый стриатум и смотрели стриатум, который был подвергнут инъекции, и, соответственно, левый стриатум, брейнсторм, неокортекс, опять, который был подвергнут ротеноновой инъекции, нет, церебелум, спинной мозг, тимус, сердце и, значит, почки. Наиболее интересные изменения, которые мы видели, конечно, происходили в стриатуме и неокортексе. Причем тут интересная тенденция того, что, значит, на фоне нормы сразу происходили изменения в стриатуме на пятый день, то есть сильно повышался окислительный фон. Однако к десятому дню отмечалось некоторое понижение уже ближе к норме, которое уже к пятнадцатому дню повышалось однозначно еще больше, чем на пятый день. То же самое наблюдалось для неокортекса. И те же изменения мы смотрели для перекисного окисления липидов, чтобы понять, как происходит, значит, общее накопление и генерация активных форм кислорода и изменения, происходящие на уровне липидных радикалов, которые тоже играют довольно ключевую роль в мозговой ткани. В данном случае в начале развития, значит, развитие повышения перекисного окисления липидов шло довольно медленно. Тут есть методологическое различие, значит, этих двух опытов, потому что при хемилюминесцентном анализе мы детектируем генерацию свободных радикалов всех форм, в то время как липидное окисление, перекисное окисление, оно позволяет выявлять методологически ту специфику, которая определяется накоплением МДА при наличии двух, по крайней мере, двух двойных связей в жирнокислотных остатках данных липидов. Параллельно с этими исследованиями мы смотрели также, как меняется активность фермента супероксидисмутазы в данных структурах. И, как мы видим, именно в неокортексе были наиболее большие изменения по активности супероксидисмутазы, которые, по большому счету, коррелировали с изменениями свободно-радикальных процессов. То есть система каким-то образом пыталась компенсировать те изменения, которые проходили в данных структурах. Здесь мы привели наиболее сжатое именно те данные, которые касались данных по неокортексу и стриатому, так как наиболее интересные корреляции можно было проследить именно при параллельном исследовании тех процессов, о которых мы говорили. Хемилюминесцентный анализ – это довольно интересная методология, которая, конечно, если только в комплексе с остальными процессами детекции, генерации активных форм кислорода и окислительного стресса и антиоксидантной системы позволяет дать довольно информативную оценку того, что происходит в режиме реального времени. Все исследования патологии ранней или поздней диагностики Паркинсона имеют, конечно, роль, если мы будем пытаться найти нейропротекторы, которые, если не вылечат, то хотя бы попытаются предотвратить или замедлить тот процесс патологических изменений, которые происходят в организме. Мы работаем уже довольно традиционно с различными естественными и животными ядами, токсинами, которые очень часто являются богатым источником новых биологически активных веществ, еще довольно-таки не исследованных, но которые уже, как бы можно не делать, дизайн, природа об этом позаботилась, надо только подробно исследовать их в нужных дозировках, чтобы понять, как они могут помочь различным патологиям. Мы сами занимаемся низкомолекулярными пептидами из змеиных ядов, однако на данном этапе нашей работы у нас есть проект с коллегами из Дальневосточного отделения Академии наук России с Институтом биоорганической химии имени Ельякова, которые нам также предоставляют токсины тихоокеанских актиний, которые принадлежат к такому типу пептидов куниц типа и актинопаринов, которые себя проявили довольно неплохо именно в процессах нейропротекции, различных нейродегенеративных заболеваний. В данном случае ротеноновая модель тут уже на уровне клеточных культур. Нами проводится также параллельное исследование с парокватной моделью. И различные формы данных пептидов, они не очень явно, но некоторые из них довольно на большой процент в состоянии показывать нейропротекторный эффект. Не только речь идет именно о выживаемости клеток, но и также на воздействие именно на окислительный стресс, на генерацию активных форм кислорода и эноформацию, где эффект тоже для различных типов данных куниц пептидов он может иногда быть довольно-таки существенным и иметь трансляционный некоторый потенциал, если исследовать их дальше. Помимо этих работ, которые буквально превратились в статью, несколько дней назад вышли, мы также пытались исследовать те же самые процессы и на различных моделях, как ротеноновой, парокватной, так и 6-ОХДА, тех пептидов, которые я отметила, низкомолекулярных, из ядов змей. Здесь представлены дезинтегрины. Дезинтегрины из себя представляют низкомолекулярные пептиды, которые в состоянии блокировать работу интегрина в рецепторах клеток, которые ответственны за адгезию клеток. Оптустатин – это самый короткий дезинтегрин из яда закавказской герзины. Тут также наши коллеги предложили нам дзимерный дезинтегрин из яда степной гадюки, который 1-Урсини 2.2. И именно по сравнению с другими моделями, именно на модели ротеноновой они выказали довольно интересный нейропротекторный эффект, который мы, конечно, будем дальше исследовать. Это еще весьма предварительные данные именно с дезинтегринами, так как наш проект только начался, но мы будем его продолжать. Это интересный задел для дальнейших исследований и другими методами. Я хотела бы отметить, что у нас коллеги из Института биохимии вместе с нами также провели довольно обширное исследование не именно мозга и клеточных культур, а одной из интересных экстранегральных систем организма, центральной нервной системы, которые явно тоже подвержены большой патологии во время болезни Паркинсона, а именно спинной мозг, который, к сожалению, не очень подробно представлен во всех исследованиях и публикациях, которые касаются болезни Паркинсона. При том, что патологии, происходящие там, абсолютно явны. И было интересно исследовать именно разницу и соотнести, как модель ротеноновая у крыс может соотноситься с теми патологическими изменениями, которые можно детектировать в постмортальном материале уже людей, в спинном мозге людей, которые скончались от не имели нейрологических патологий, но скончались именно в процессе болезни Паркинсона. Все изменения, которые были детектированы во время ротеноновой модели у крыс в двух разных отрезках спинного мозга показывали довольно явную патологию в отношении астроглиоза, миоглиоза, но также и параллельные воспалительные процессы, которые обязательно существовали при развитии данной модели. Интересно, что то же самое можно было детектировать именно у людей, которые в постмортальном материале спинного мозга, поясничного и шейного отделов, что говорит о том, что, в принципе, несмотря на массу критики, которой подвергается именно ротеноновая модель, она вполне адекватная. Эти исследования были проведены с продолжением, потому что был интерес также показать, что существует так называемая нелизосомальная протеаза, кальциозависимая кальпоин, которая по последним данным может играть довольно ключевую роль в развитии окислительного стресса и связанного с ним апоптоза во время болезни Паркинсона. Три минутки. Да, я сейчас заканчиваю. На самом деле оказалось, что действительно ключевая роль кальпоина, она достаточно явно прослеживается, и именно в постмортальном материале тоже можно было специальными маркерами выделить активацию кальпоина в процессе болезни Паркинсона. В организме существуют также естественные механизмы, которые ингибируют активацию кальпоина, кальпептин, и уже существуют синтетические модели, с которыми мы работали, и оказалось, что синтетический пептид также значительно уменьшает окислительный стресс и помогает нейропротекторному восстановлению клеток, но на уровне пока что клеточных структур именно мотонейронов мозга. Эти исследования также продолжаются. Они делаются совместно с американскими коллегами, и в качестве завершающего кадра я бы хотела пригласить всех присутствующих. У нас в сентябре предполагается два достаточно больших мероприятия. Одно из них вообще-то было заявлено в Санкт-Петербурге, но, как вы знаете, пришлось переиграть, и будет происходить в Абу-Даби. Но организаторами этого мероприятия, которое является токсинологическим конгрессом, но там очень большая часть будет посвящена нейротоксинам, мы совместно с Институтом биоорганической химии имени Шемякина-Овчинникова будем проводить в Абу-Даби 14 по 16 октября. Все заинтересованные, которые имеют, что представить по нейротоксической, нейропротекции и патологии, мы будем очень рады в качестве оргкомитета принять работы. А еще в нашем институте, который в этом году справляет очередной юбилей Леона Амгаровича Орбели в Ереване, будут так называемые Орбелиевские чтения в конце сентября. И мы очень рассчитываем, что наши русские коллеги тоже обязательно будут присутствовать и докладывать. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Найя Мартыновна. Спасибо большое за доклад. Пара вопросов. У меня один короткий. Вот ротаноновая модель, одна инъекция, которую вы использовали, это все-таки модель чего получается? Окислительного стресса или нейродегенерации? Наблюдается ли у ваших животных нейродегенерация при однократном введении ротанона? Да, морфологически там обязательно наблюдается нейродегенерация. В принципе, это довольно большая доза, но, однако, развитие болезней мы не детектируем, по крайней мере, до 28 дня. Но после 28 дня наблюдается некий тремор тоже. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, а вот в ротаноновой модели что с синуклеином? Идет его агрегирование или нет? Ну, вот второй вариант с более хронической моделью ротанона, когда в течение 20 дней 10 раз делается инъекция подкожная, то накопление альфа-синуклеина в спинном наблюдается. А вот спинном мозге, кроме нейровоспаления, что еще вы там видите? Там явно идет астроглиоз и миоглия, тоже миоглиоз очень явный, то есть происходит сильная активизация микроглии. Спасибо большое, что вы говорите.